О главных событиях недели в этом выпуске новостей в студии Данил Недзельский. Здравствуйте. Умножим храма красоту. Этот призыв с экранов телевизоров 23 января услышали сотни ангарчан. В прямом эфире телекомпания «Актис» открыла телемарафон по сбору средств на украшение Святотройского кафедрального собора. О первых итогах благотворительной акции расскажет Наталья Зарубина. Доброе утро, уважаемые ангарчане. Телекомпания «Актис» работает в прямом эфире. И сегодня у нас очередной, уже 11-й по счету, телемарафон в помощь храму. Благотворительный телемарафон «Умножим храма красоту» в этом году по традиции открыл настоятель Святотройского кафедрального собора отец Владимир. Он рассказал о том, какие работы на сегодняшний день уже проведены и что предстоит завершить в ближайшее время. Надо отметить, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, количество участников нашего прямого эфира не только не уменьшилось. Поддержать благотворительную акцию приехали гости из областного центра. Поэтому не откликнуться для нас было невозможно. Можно сказать, что это дело чести. Мы с огромной радостью всегда занимаемся, если можно так назвать, меценатством, какой-то благотворительностью. Но хотелось бы, чтобы, конечно, жители города и те, кто нас сейчас смотрят, поняли нас правильно. То есть мы принимаем участие и сейчас вещаем не с целью какого-то, если так можно выразиться, пиара, а с целью того, чтобы все-таки привлечь как можно больше людей к этому, я считаю, очень важным делом. Известные ангарчане шли не только рассказать о важности окончания росписи храма. Многие из них взяли с собой иконы, которые хранятся в их семьях, чтобы показать, насколько важно человеку ощущать духовную поддержку. Во время эфира зрители узнали много интересного о тонкостях работы иконописцев и о деятельности церковного хора. Когда я пришла в храм, действительно было всего четыре человека на клиросе. Сами понимаете, большой собор кафедральный должен иметь большой хор, чтобы присутствовало на богослужении красивое пение, чтобы пение украшало богослужение. Поэтому моей задачей было найти таких людей, которые, ну не знаю, были организованы душевно. За один день в кружку, установленную в офисе телекомпании, гости марафона и посетители редакции положили 118,5 тысяч рублей. По подсчетам мастеров, один квадратный метр росписи храма обходится в 10 тысяч рублей. Расписать нужно еще 900 квадратных метров. Удастся ли собрать нужную сумму в этом году, мы узнаем в середине марта. Тогда будут подведены окончательные итоги телемарафона. Наталья Зарубина. Местное время. Проблем много, посетителей мало. В администрации округа состоялся выездной личный прием граждан специалистами Государственной службы жилищного надзора Иркутской области. Проблем в сфере ЖКХ у нас хватает. Но вот задать свой вопрос пришли единицы. О том, почему, узнаем в репортаже Елен Милет. Ангарчан принимают сразу четыре специалиста в двух кабинетах. И без того небольшая очередь в коридоре быстро тает. Такой прием в Ангарске проходит впервые. В конце прошлого года специалисты областной службы жилнадзора уже побывали в Уссули-Сибирском. Поэтому наверняка знали, на какие проблемы в сфере ЖКХ будут жаловаться и в нашем городе. Капитальный ремонт – это тема новая. Она впервые у нас идет. То есть мы ее на сегодняшний день контролируем. Поэтому в основном, в основном, это вопросы, конечно, начисления расчетов по зажилищно-коммунальной услуге, обоснованность установления тарифов по содержанию жилья, общедомовые услуги. Первыми в очереди оказались жительницы 20-го квартала. Они рассказали, что дома у них маленькие – на 12 квартир. Однако, считай, из-за энергосбыта на оплату электроэнергии приходят огромные. Например, одна из соседок по счетчику должна оплачивать за 330 киловатт, а по ОДН у нее получается 557, почти вдвое больше. И такая разница практически у всех жильцов. С 23-го числа по 26-го каждый должен передавать показания своего счетчика. Индивидуального прибора. Индивидуального прибора, да. Если кто-то не передал, если кто-то не передал, то мы уже пришли в Иркутскую органу, на Иркутскую улицу, и нам объяснили, что если я передала свой счетчик, показания, а она не передала, то ее показания с квартиры распределились по всем нашим жильцам. Все квитанции счета поступили к специалистам службы жилнодзора. Олег Атаманов пообещал, что по данному обращению уже в ближайшее время будет проведена проверка. Если, конечно, имеет место быть факт просрочки задолженности более трех месяцев управляющих компаний, они могут перейти на прямые платежи, но опять же это вопрос. Но они вам не имеют права выставлять больше норматива, который утвержден приказом министерства. Другая житель из-за старой части города рассказала, что жильцы уже долгое время не могут найти общего языка с управляющей компанией. Собственники на общем собрании приняли тариф на ремонт и обслуживание жилья. Однако МУПЖ-2 на таких условиях договор с жителями заключать отказывается. Олег Атаманов пояснил, что ангарчане в данном случае имеют право обратиться в суд. Без договора ни вы, ни мы сможем установить истину. Если у вас без договора не будет, не будет перечня работ, которую должна выполнять управляющая организация, ни вы с ней спросить не сможете, ни мы не сможем провести проверку. Визит в Ангарске прошел достаточно быстро, ведь посетителей было немного. Возможно, причина в том, что далеко не все жители знали об этом мероприятии. К тому же не все могут днем отпроситься с работы. Прочие вопросы можно задать на официальном сайте. Там же есть телефоны всех сотрудников службы. Елена Милют, Владимир Селиванов, Местное время. У жителей микрорайона Цементный на этой неделе вновь возникли проблемы с транспортом до города. Автобусное сообщение нарушалось еще с прошлой недели. Наши корреспонденты встретились с местными жителями и выслушали их мнение. На конечной автобусной остановке микрорайона Цементный старики, женщины, дети. Люди пришли целыми семьями в надежде разрешить всего один единственный вопрос. Когда же автобусы начнут ходить строго по расписанию? Я от жителей Цементного поселка утверждаю, что автобусы как хотели, так и ходили. Хотели, ходили, хотели, не ходили. А что нам тоже прекратить ходить на работу, ездить в школу, хотим-ходим, хотим-не ходим. У меня ребенок и замерз. И вчера на нем потоптались в этом автобусе, когда он возвращался. По словам представителей транспортного отдела администрации, которые также присутствовали на собрании, причиной сложившейся ситуации стал отказ предприятия Горавто, обслуживающего первый и пятый маршруты, работать себе в убыток. Перевозчик предупредил о своих намерениях в 20-х числах января. Уже утром следующего дня на линию вышли автобусы МУП «Ангарский трамвай». Мы экстренно искали автобусы, для того, чтобы люди могли уехать. К сожалению, из четырех необходимых автобусов было найдено только три. То есть расписание было, к сожалению, нарушено. Мы понимаем, что такая ситуация возникла. В данный момент расписание будет действовать старое, которое было до всей сложившейся ситуации. Решением проблемы сейчас занимается администрация Ангарского округа. Чиновники пообещали сделать все, чтобы перебоев с транспортом не было. Завтра местное население встретится с руководителями территории. К чему приведет диалог, расскажем в ближайшем эфире. Диагноз на расстоянии. В скорой помощи появилось новое оборудование, так называемый телекардиограф. С его помощью фельдшеры смогут определить, есть ли у человека инфаркт прямо у постели пациента, а не в стационаре, как это было раньше. Принцип действия чудо-аппарата узнаем из сюжета далее. Вот с таким компактным чемоданчиком фельдшерские бригады теперь будут выезжать на вызовы по типу «плохо сердцем». В нем находится телекардиограф Валента. Медики любовно называют его Валеркой. Это знакомый всем аппарат ЭКГ. Кардиограмма отражается на дисплее. Ее можно распечатать прямо у постели больного. Телекардиограф оснащен двумя сим-картами. Одна подключена к интернету, с ее помощью ЭКГ пересылается в консультационный центр. Вторая сим-карта обеспечивает голосовую связь с врачом. Так, нам нужна консультация ваша, то есть кардиограмму сейчас вам отправим. Прибор опробовали даже в подвалах, слышимость была на уровне. В ближайшее время телекардиограф хотят испытать в отдаленных садоводствах. Ведь хорошая связь – это один из залогов работы аппарата. При снятии ЭКГ мы, получается, отправляем все данные. То есть это имя, фамилия, отчество, кардиограмма, давление. Все, что нужно, консультационному центру, то есть старшему врачу, который нам потом уже сообщит, что делать, например, если какие-то ситуации есть. Все данные пациента хранятся в памяти аппарата. Таким образом, составляется база данных. А это уже консультационный центр. Узле пульта дежурит старший врач, который дистанционно консультирует фельдшера и расшифровывает кардиограмму. Возвращается время на установку диагноза. Своевременно оказывается помощь, как я уже сказал, и исключается необоснованная госпитализация. Сам телекардиограф стоит около 100 тысяч рублей, а вот программное обеспечение – 300 тысяч. Оборудование куплено за средства в больнице скорой медицинской помощи. Один прибор находится в Ангарске, другой – в Мегете. В планах покупка еще одного кардиографа. Елена Милют, Владимир Сильванов, Местное время. А теперь о важных датах, которые отмечались на этой неделе. Почти 900 дней и ночей. В Ангарске помнят о блокаде Ленинграда. 72 года назад, 27 января, завершилась самая страшная осада в истории человечества. Торжественное собрание, посвященное Дню воинской славы под названием «Город на Неве», проходило во Дворце ветеранов Победа. Глядя на кадры кинохроники, до сих пор невозможно поверить, что люди способны пережить такую трагедию. Благодарные потомки преклоняются перед подвигом фронтовиков и самих жителей осадного города. К сожалению, с каждым годом свидетелей тех трагических событий все меньше. В Ангарске осталось всего 40 человек. Было 5 лет. С 1938 года. И после войны, когда сняли более-менее, появились какие-то продукты, то всегда говорил, что только, чтобы был хлеб, я не могу больше. На ваше время именно выпала самая тяжесть Великой Отечественной войны. Мы все правильно сознаем, что город Ленинград – это символ нашей победы, это символ стойкости наших вооруженных сил. Очень много людей погибло. И я хотел бы сегодня вам пожелать, да и Бог вам здоровья. Ленинград остался непобежденным, как и эти люди, сидящие в первом ряду. Для подрастающего поколения они являются достойным образцом мужества и стойкости духа. Город под соснами и город молодых. Такими словами на этой неделе называли Ангарск в Музее Победы. Праздник организовали в честь 45-летнего юбилея присвоения Ангарску ордена Трудового Красного Знамени. О том, за что молодой город удостоили высокой государственной награды, расскажет Яна Попова. 18 января 1971 года 20-летний Ангарск указом Президиума Верховного Совета за выполнение плана пятилетки удостоился крупной государственной награды – Ордена Трудового Красного Знамени. За этим историческим фактом кроются выдающиеся достижения наших первостроителей, которые в невероятно короткое время создали современный индустриальный центр в тяжелейших для страны условиях. Многие только вернулись с фронта в трудный повседневный быт, и в этой обстановке пришлось поднимать с колен экономику огромной страны. Представители 87 национальностей собрались на стройку, начиная осваивать сложнейшую технологию в только что возведенных цехах. А через 20 лет успехи, достигнутые в развитии промышленного производства, Ангарск был подорожден. Ангарск оказался 25-м по счету в списке молодых городов, получивших столь высокую оценку руководства Советского Союза. Сегодня на празднике в Музее Победы смотрели хронику тех героических лет. Вспоминали такие важные для города фамилии, как Алешин, Радченко, Масальский, Новокшенов, Сумин, Платонов и многих других, кто внес огромный вклад в развитие нашего города. Наряду с Днем Победы и Днем Города вручение Ордена Городской Совет Ветеранов считает важнейшим событием в истории Ангарска. Я считаю, что несмотря ни на какие трудности, мы должны эти три знаменательных события отмечать на самом высоком уровне. Чтобы прежде всего сказать спасибо за сделанное и чтобы озадачить новое поколение ангарчан на перспективу, на будущую жизнь. На торжестве выступил и мэр округа, который отметил, что, казалось бы, маленький Ангарск – это промышленный гигант. На нашей территории расположены АНХК, электролизно-химический комбинат, цементные и керамические заводы, а также многие другие предприятия с богатым трудовым опытом. Поэтому нынешнему поколению есть чем гордиться и на чем строить свое будущее. Яна Попова, Владимир Селиванов, Местное время. Круглую дату отметил Совет Женщин. Эта организация уже более полувека помогает ветеранам войны, семьям, попавшим в тяжелую ситуацию, занимается духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения. Поздравить старейшую в городе общественную организацию с юбилеем трудовой деятельности пришли известные и уважаемые в городе люди – представители администрации, предприниматели, врачи. Но для Совета Женщин все они – друзья и партнеры, которые, если нужно, всегда готовы помочь в реализации благотворительных проектов. Первым свое глубокое признание и уважение Женсовету выразил мэр городского округа Сергей Петров. Он же вручил благодарственные письма старейшинам организации. Поэтому поздравляю вас с этим замечательным чудесным юбилеем, поздравляю вас с такой датой, двумя пятерками, хорошие цифры. И, конечно же, семейного благополучия, счастья женского. И не доставайтесь таким же неравнодушными к проблемам нашего города, к тем вопросам, которые мы вместе с вами решаем. Их на самом деле в нашей территории очень много, именно связанных с духовностью, культурой, развитием. За 55 лет своей трудовой деятельности Совет Женщины Ангарска провел несколько сотен различных мероприятий. Традиционными стали акции «Школьный портфель», «День первоклассников», «Вдовы России». А 8 марта и 23 февраля организация устраивает праздники для ребят из многодетных семей, которые всегда заканчиваются вкусными чаепитиями с обязательным вручением подарков. Ну, еще в большом мероприятии у нас прошло то, что у нас в феврале месяце организовался Совет Отцов. Для того, чтобы как-то их направить на нормальный путь своего развития, мы пригласили из пяти городов Иркутской области председателей Советов Отцов, которые уже не один год работают, и вот они показали на примере, какая работа у них ведется. Конечно, работа у них плодотворная ведется, и я думаю, что и у нас тоже со временем будет нормально все. Сейчас в Совет Женщин входит 25 человек, все пенсионного возраста. Однако, как подчеркнула председатель организации Тамара Мартемьянова, ее двери всегда открыты для молодых людей, которые готовы потратить свое время и силы на помощь ближним. Наталья Зарубина, Алексей Кусюмов, Местное время. В день студента 25 января большие спортивные и интеллектуальные соревнования «Студенческий кураж» проходили на открытом воздухе. В праздничных состязаниях приняли участие 13 команд из вузов, техникумов и колледжа Ангарска. Студенты прошли три этапа – катание на тюбах, эстафету и юмористический конкурс. На самом деле я мало представляю, что здесь сейчас будет, потому что мне сказали «Приди, тебе нужно». Ну, а я, естественно, не смог устоять, пришел. Ну, поживем, увидим, посмотрим, так даже интересно. Скоро у нас студзима, 12-13 у нас первый этап студенческой зимы, а это, можно сказать, такая разминка перед студзимой. Все участники студенческого куража получили памятные сертификаты. И еще одно важное событие произошло на этой неделе в области адаптивного спорта. Люди с ограничениями здоровья теперь будут заниматься в специализированном спортзале. Он построен в здании бывшей больницы на улице Гагарина на средства муниципального бюджета. Зал хороший. Мы тут сейчас только приехали. Просторный, светлый, теплый. Тренажеры хорошие, на первый взгляд. Ну, я думаю, все у нас тут получится и все будет хорошо. В новом зале созданы все условия для особенных тренировок. Вход в помещение оборудован удобным пандусом для подъезда инвалидов-колясочников. Тренажеры рассчитаны на все группы мышц. Со спортсменами будут работать опытные инструкторы, имеющие медицинское образование. Всего на оборудование зала из бюджета выделили более 1 миллиона рублей. И в завершении выпуска напомним, что телеканал Актис теперь на 22-й кнопке в кабельных сетях телесистемы Астра и Ростелеком. Включить просто. Нажми на пульте дважды два. И на сегодня все. До встречи.